Финальный, он же четвертый день поединка в Пьеде Совороссии по дзюдо до 18 лет. По регламенту в каждом из дней определяли медалистов. На десерт разыграли последние четыре комплекта наград, на медали претендовали пятеро алтайских ребят. Но подняться на пьедестал, увы, никому из них не удалось. Тем не менее, Пьеде Совороссии достойное испытание и для ребят, и для организаторов. Что касается самих соревнований, прошло на высоком уровне. То есть и Федерация дзюдо России дает высокую оценку проведения. И мы рады, что нам удостоились такой оценки. Всего на первенстве страны наш край представляли 28 спортсменов. По итогу лучший результат среди девушек – седьмое место Дарьи Зайцевой. А единственная медаль для сборной Алтайского края – серебро, полученное в первый день соревнований Олегом Тепляковым в весовой категории свыше 90 килограммов. Я очень гордился первый день за то, что я смог отбороться достойно, заработать медаль для нашего края, довольно беспокоить травму. Но я реабилитировался как мог, как можно быстрее к первенству России, вот что и вышло. Сейчас планирую восстановиться полностью и там уже начать завоевать медали. Конечно, конкуренция огромная, страна большая, огромная. И в каждом регионе есть свои лидеры, есть, как говорится, черные лошадки, которые вылезли, выскочили. Ну, доминирует, конечно, Кавказ у нас. Он доминирует, это однозначно, когда они уже, можно сказать, родились в Кимоно. Поэтому, ну, судя по результату, конечно, да, Кавказ он обогнал всех. Жалко, у нас в Сибирском федеральном округе очень слабенький результат. Ну, будем стараться, будем работать. Этот турнир надолго останется в памяти любителей джидо, ведь турнира такого масштаба не было почти 30 лет. И хочется верить, что такие праздники спорта в Краевой столице будут чаще. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.